В Наринмаре состоялась всероссийская акция «Перерыв на кино». Это просмотр короткометражных фильмов молодых режиссеров. Взгляд нового поколения на события Великой Отечественной войны. Традиционно участниками акции становятся старшеклассники. Она проходит в четвертый раз. В этот раз ее приурочили ко Дню Защитника Отечества. Фестиваль молодежного короткометражного кино «Перерыв на кино», посвященный теме Великой Отечественной и Второй мировой войны, учрежден в сентябре 2014 года. Все картины кинофестиваля – взгляд на события более чем 70-летней давности глазами современных молодых людей, чье желание высказаться на тему продиктовано исключительно личными и творческими мотивами. У каждого режиссера, у каждого художника свой взгляд на события Великой Отечественной войны. На самом деле все фильмы, они очень разные, но суть одна. Ну, конечно же, там сражения, показана боль, грусть, печаль вот этих событий. Программа общей длительностью около часа включает в себя картины, посвященные тем, кто сражался за нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Зрителям Ниньского округа в рамках акции было представлено три кинокартины – «Письмо из прошлого» режиссера Андрея Епифанцева, «Броневик» режиссера Вадима Кондолинского и «Жить» режиссера Игоря Писаренко. Я второй раз вот на фестивале короткометражного фильма. Думаю, что именно тема Великой Отечественной войны, она интересна, как на это смотрят молодые режиссеры. И ребятам полезно иногда проникаться тем, что они видели на экране сегодня. Я была тронута, потому что я вспомнила, как мы ездили в Питер на 9 мая с родителями, с бабушкой, с семьей. И там также мы нашли могилу моего прадеда. Мы думали тоже, что он без вести пропавший, и нашли наконец его могилу. И я даже прослезилась, потому что это ужасное дело, война. Я рада, что существуют такие фильмы, и что все это прошло. Как отмечают организаторы акции, это честное кино, непредвзятое и некоммерческое, от потомков тех, кто воевал и победил. Александра Литкова, Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».